Добрый вечер! Визите нашего министра обороны Бени Ганса в Соединенные Штаты. Он там встречался со своим американским коллегой. И основная цель его поездки это была помощь, организация совместных действий с Соединенными Штатами на случай наступления времени Че, времени Икс, как его называют, если придется столкнуться с Ираном. На ваш взгляд, визит прошел удачно. Что удалось добиться, а чего не удалось? Как всегда не все ясно, но я могу объяснить обстановку и мы поймем лучше, что происходит. Потому что в конце концов основной вопрос сейчас не только ближневосточный вопрос, а вообще на общеглобальном уровне. Вопросы отношения к Ирану, его ядерной программе. Напоминаю, что сейчас в Вене идут очень сложные переговоры. И, как говорится, всем миром пытаются ломать Иран, согласиться на новое соглашение. Иран, соответственно, ведет себя неадекватно. И много вопросов вокруг именно этого вопроса. Поэтому вопрос, в конце концов, как Соединенные Штаты рассматривают возможности, скажем, прекращения этих переговоров и в какой-то мере реакцию на поведение Ирана. Как Израиль это рассматривает и как другие тоже, это интересный вопрос. Начнем с Израиля. Израиль рассматривает Иран всегда, как, во-первых, основного противника. Не он его назначил, Израиль сам себя назначил таковым. Но и Израиль ведет свою... Простите, а что значит Иран сам себя назначил? Нам вот постоянно наши комментаторы пишут, особенно не из Израиля, а из России, они пишут, а почему вы, как вам не стыдно, почему вы все время грозите напасть на Иран? Если так, то объясняю. Иран считает, что Израиль не имеет права на существование физически и собирается его уничтожить и об этом постоянно твердит. Можно, конечно, его игнорировать, но я бы, наверное, как и все остальные, не рекомендовал его игнорировать. Он намерен это сделать. Почему? Это другой вопрос. Тут можно долго и тщательно объяснять, какие у него интересы куда-то направлены и так далее. То есть не просто твердит, а что значит твердит, то есть об этом заявляют высшие руководители? Да, 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 да. Иран это имеется в виду его руководство. И совершенно, с одной стороны, это можно было бы игнорировать, если бы не его ядерная программа, которую он очень серьезно намерен завершить. В тот момент, когда есть угроза в сочетании с ядерным оружием, это уже, так говорится, не игрушки. Это серьезное дело. Израиль смотрит этот вопрос как вопрос практических существований. Это основной вопрос. И поэтому Израиль должен сделать со своей стороны все от него зависящее, чтобы Иран не был в состоянии реализовать свою угрозу. То есть ядерная программа Ирана в соответствии как бы с неоднократными утверждениями его руководства, в том числе его, как он там называется, идейный руководитель, да, духовный руководитель, вот нашел это слово, хаминаит. То есть они заявляют, что эта ядерная программа прежде всего предназначена для того, чтобы стереть Израиль с леса земли. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Верховный руководитель себя называет. И да, так они утверждают, считают, уверены, надеются. И это не просто, скажем, высказывание, это информация. Израиль уже предоставил достаточно много информации, включая мировому сообществу, что это имеется в виду. И что это готовится, что и для чего это все делается. Теперь я напоминаю, что в 2015 году был подписан договор, то что называется ядерный договор, ядерная сделка по вопросу, скажем, контроля над ядерной программой Ирана, которая была на том этапе застопорена. Потом этот договор был отменен президентом Трампом, и с тех пор Иран находится под жесткими санкциями, потому что он, в конце концов, этот договор не реализовал, скажем, его игнорировал и ввел себя неадекватно, все, что с этим связано. Теперь американское руководство решило заново возобновить контакт на предмет, скажем, достижения нового договора, который удовлетворит все стороны. Пока это очень сложно. В чем проблема? За это время, когда с тех пор, как договор перестал, так сказать, быть действительным, Иран продолжил свою программу, что Израиль, между прочим, утверждает, что он ее продолжал и во время действия договора, но сейчас тем более. И сделал достаточно, скажем, существенное продвижение в реализации своей программы, и к этому следует относиться, соответственно, имеется в виду это практическая угроза. Израиль утверждает, что Иран не намерен реализовать, скажем, этот договор, или в каком случае не намерен остановить, застопорить всю программу, договор должен быть более тщательно подготовлен, должен иметь возможности, так или иначе, воздействовать на, скажем, позицию поведения Ирана. Теперь не все в Израиле согласны с тем, что не следует возобновить договор, есть, которые считают, что договор лучше, чем бездоговорная реалия, потому что так или иначе это стопорит, замедляет темп, скажем, реализации этой программы, и поэтому не следует мешать мировому сообществу достичь договора, если получится. И в конце концов, не следовало бы, есть, которые сегодня достаточно однозначно утверждают, что израильские, скажем, попытки или усилия прекратить предыдущий договор, следует рассматривать ныне негативно, ввиду этой позиции, наверное, лучше было бы оставить его, а потом продолжить, скажем, развитие этого намерения. Да, но вы сами сказали, что во время этого договора, во время действия этого договора, до того, как он был отменен, Иран продолжал дурить голову мировому сообществу, извините за такое слово, и продолжал спокойно делать, знаете, как Васька слушает ДЕС, и продолжал делать свою ядерную программу. Причем, когда приезжали инспекторы МГТ, их там неделями не пускали на объекты, потом пускали на те объекты, на которые можно было, то все понимали, что им просто морочат голову. И Израиль представил доказательства, то самое ядерное досье Ирана, которое тогда, значит, презентовали. Ну, дело в том, что вся эта информация известна, и в конце концов это была базой, скажем, которая определила поведение или позицию израильского руководства, с одной стороны. Есть, которые утверждают, что, несмотря на это, следовало, наверное, не прерывать договор, а как-то искать другие выходы. Я подчеркиваю это, потому что это и есть нынешний подход, например, Соединенных Штатов. Не следует пресекать до существующих договора, следует достичь новых, если он их не существует, и, как в какой-то мере, воздействовать, они утверждают политические, и оказывают то или иное экономическое, политическое давление, а не другие, скажем, методы. Вот, значит, плохой договор лучше без договорного мира в этом отношении. Ну, а, во всяком случае, до данного момента, подчеркиваю именно этот момент, потому что и нынешнее правительство Израиля считает эту обстановку так же, как и предыдущее, несмотря на все эти мнения, которые существуют в израильском обществе, и продолжают утверждать, что не следует, наверное, возобновлять договор, хотя есть критика, и считаю, что Израиль должен сделать все от него зависящее, чтобы быть в состоянии прекратить, собственноручно, условно говоря, именно подготовку Ирана к реализации этой программы, которую якобы-то договор можно остановить. Это с израильской стороны. Вот мы как бы подошли вплотную к самому визиту. А где, собственно, в этой ситуации находится, так сказать, мировое сообщество? Ну, Соединенные Штаты, понятно, оно ни то, ни сё, там думает, что делать. Россия и Китай. Ну, Россия и Китай совместно с Ираном составляют определенный геополитический блок, направленный не против Божьего пасти Израиля, наоборот, они дружат с Израилем, и Китай, а направленный против Соединенных Штатов же, и Запада, коллективного которой. И в этом отношении Иран является составной, третьим столпом этого блока, и поэтому они в той или иной мере должны, обязаны поддерживать его во всех его начинаниях. И это еще не значит, что они поддерживают ядерную программу Ирана, наоборот. Но тут ведется геополитический международный такой спор, поэтому позиция их там достаточно сложная. А в целом, в случае Россия принимает участие в этом, в венском процессе. Но в последнее время, хочу напомнить, что именно вопрос Ирана заново поднимался не только уже Израилем, а соответственно с Соединенными Штатами, с Россией же, по вопросу регулирования, скажем, обстановки на Ближнем Востоке, удаления Ирана из Сирии, и других там решений, которые обсуждались, между прочим, на встрече двух президентов, Путина с Байденом. И не исключено, что по отношению к Ирану есть какое-то там намерение, действительно, в какой-то мере, скажем, его держать под контролем. Я хочу напомнить, что было высказывание, я лично его не слышал, но есть цитаты в СМИ Герасимова, начальника генерального штаба, который заявил, что да, надо удалить из Сирии все чужие, скажем, вооруженные силы, включая Иран. Это он сказал. Но это новое, поэтому я считаю, что это так или иначе ввязывается с договором или взаимопониманием, достигнутым на этой встрече двух президентов. Но в российских же СМИ, которые поддерживают другую, более жесткую позицию, есть упоминание о том, что Иран вот-вот будет ядерная держава, и вот-вот у него будет, скажем, межконтинентальные ракеты с ядерной боеголовкой, которые будут, так сказать, установлены на иранских же подводных лодках, которые в состоянии это реализовать в ближайшие годы. Сказано. Так что есть разные подходы в этом отношении, в самой России. Но вернемся к нашим, так сказать, вопросам, проблемам с визитом Соединенные Штаты. Израиль делает сегодня обозависимое, чтобы быть готовым к реализации, скажем, своих угроз. Ну, о чем это говорит? Это не такое простое, скажем, не такое простое решение этого вопроса. Это не, как бы, было в прошлом одним ударом семерых, да. Забахнулись удары, например, в Ираке, например, в Сирии же, и уничтожили там ядерные программы, ядерные реакторы, что там было. Один ударом. Это не получится в Иране, поэтому, если Ираль намерен, в той или иной мере задействовать, скажем, военное воздействие на эту программу, то это означает войну. Это означает, что будет ответ, это означает, что это будет конфликт со всеми его посланниками, его прокси, что называется, имеется в виду все разные там шиитские организации, это и Хизбалла, и в Ираке есть свои организации, которые поддерживают и в Сирии, и в Йемане, если хотите. За всех сторон Израиль окружен ракетами, поставленными Ираном. Это означает нанесение тех или иных взаимных ударов. Сам Иран грозится в последнее время, опубликовал карту, где обозначены все израильские, скажем, цели для иранских ударов, которые он нанесет, если Израиль по простоте душевной что-то сделает не так. Это с одной стороны. Поэтому тут вопрос подготовки не удара, точечного одного удара, а вопрос подготовки войны в состоянии сделать Израиль самостоятельно, провести эту войну самостоятельно, или ему необходима помощь. Это хороший вопрос, есть разные мнения. Конечно, лучше всем миром пошли ламывать Иран, как это было, например, сделано с Ираком. Пошли и все вместе там, не знаю, решили вопрос. Не так просто, конечно, не так хорошо, как хотелось бы, но решили. В данном случае не исключено, что Израиль будет действовать самостоятельно, потому что иные, вряд ли всего, не горят желания принять участие. Но ответ вот такой, да, Израиль в состоянии это сделать. Конечно, лучше было бы не одному, но он в состоянии сделать это одному. Нужны ли ему другие виды вооружения? Да, нужны, но в состоянии, на любом данном этапе он может провести эти операции с одной стороны. Но Ганн спросил какие-то новые виды вооружения? Ну, лучше было бы, если были те или иные виды вооружения. Ганн поехал не просить конкретно те или иные, не только для этого. Это можно было опросить заочно. Он поехал согласовывать, скажем, совместные действия, совместные проекты, совместные программы с Соединенными Штатами, вооруженными силами СССР. И в этом контексте, да, есть готовность СССР принять участие, если будет необходимо тех или иных конфликтов в регионе с Ираном. Но политически Соединенные Штаты, вероятнее всего, не горят желанием дать Израилу, так сказать, зеленую улицу, что называется, в том плане, что не спешите, куда пока не надо и куда не надо. А все, что касается обороны или оборудовательных средств, или видовооружений, пожалуйста, сколько угодно. А что касается расступательных, мы предпочли бы подождать. Это примерно было ответственность Соединенных Штатов. Ввиду того же подхода, который я уже описал, что да, лучше сейчас договориться, и не надо спешить наносить удары. Есть по этому вопросу открытие вопроса, спор по этому вопросу. Да, да, нет, нет. Израиль будет принимать соответственное решение ввиду оценки обстановки у себя. И хотелось бы, конечно, совместно с Соединенными Штатами. Но вот сейчас, на данном этапе, это есть та обстановка, которую я описываю. Да, Соединенные Штаты, вероятнее всего, на данном этапе не поддерживают израильскую инициативу наносить, скажем, первым превентивные удары сейчас по ядерной программе. Рано хотелось бы сначала договориться. Потому что иначе что получается? Мы, американцы, совместно с другими державами ведем переговоры, хотим достичь соглашения, а тут какие-то там удары со стороны Израиля, которые все испортят. Если же, конечно, достигнем, мы, американцы, совместно с другими, с коллегами, условно говоря, по мировому сообществу, достигнем этот договор, и Израиль тогда несет удар, то, что мы тогда добились, ради чего мы все это делали? Поэтому подход он такой, дайте, да, мирный и политический решительный вопрос. Если будет, конечно, если надо будет, если будет такая необходимость, конечно, мы поможем. Но пока не надо спешить. Вот в этих двух, между двумя этими, так сказать, молотами накований решается этот сложный вопрос. Израиль старается, со мной со стороны, готовить свои возможности для ведения, не такой, не проведения удара, а для ведения войны. Соединенные Штаты политически поддерживают Израиль, по-моему, на данном этапе не спешат помочь ему, во всяком случае, и поддержкой, и вооружением на предмет нанесения превентивных ударов. Примерно такая картина получается. То есть, прежде всего, в Израиле обсуждают об отказе досрочно поставить самолеты-заправщики, которые необходимы для вот этого нанесения удара. Ну, это да, но это технический удар. Да, в связи с этим у меня вопрос, в связи с этими как раз самолетами-заправщиками. Значит, если эти самолеты-заправщики не будут поставлены, а время их наступит, сможет ли Израиль использовать аэродромы на каких-то союзных, так сказать, сопредельных с Ираном государствах? В частности, я прежде всего имею в виду Азербайджан. Я на это отвечу так. Есть вопросы, которые можно задавать, но нельзя на них отвечать. Я, в конце концов, ну, я полагаю, что, вероятнее всего, те или иные государства в окружении Ирана сочувствуют Израилю, вероятнее всего, предоставят им эти возможности. Да, но я не хочу называть конкретно то или иное государство, у которого свои проблемы на внешнеполитическом арене. Но да, вероятнее всего, есть такие возможности. Но я хочу почему-то, да, Израиль в состоянии провести эти операции даже в любое время, между прочим, лучше голубые отложить, потому что надо подготовиться, соответственно, будет проще, если будут у нас те или иные технологические, технические и другие возможности. Это очень сложная война. на нанесение серии ударов по Ирану, это не только его, скажем, программок, ядерные объекты, а еще масса других объектов, которые, следовательно, она будет нейтрализовать. Это все вынуждает ВВС Израиля получить доступ именно к тем технологическим возможностям, которые у него есть, но не ограничены. Делось бы больше. Это и весь сказ по этому вопросу заправщиков. Но все остальное в силе, как я уже описал, в меру моих скромных возможностей. Спасибо, Цви. Я бы хотел во второй части нашей программы продолжить обсуждение этого вопроса, но поговорить уже о арабских союзниках, об арабских государствах, которые предполагаются, являются союзниками Израиля в борьбе против Ирана. А первая часть нашей программы подошла к концу. До свидания. Продолжение следует...